Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Именно так мудро поступил наш следующий гость. Гладюк Владимир сегодня к нам пришел. Это начальник МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? С вас началось. Отличная новость. У вас не затруднил ранний подъем? Нет, я привык довольно. Владимир Николаевич, сегодня мы хотим с вами обсудить довольно интересную тему, актуальную, наверное, в свете последних нововведений. Это ОСАГО, его перевод в электронный вид. Но, прежде всего, я хотел бы вас попросить объяснить, что такое ОСАГО вообще и чем он отличается от КАЗКО. Ну, страховой договор ОСАГО – это страхование обязательной гражданской ответственности на транспортное средство. Он должен быть у каждого водителя. И в случае дорожно-транспортного происшествия по вине этого водителя, страховая компания выплачивает ущерб. Естественно, он там ограничен, но, тем не менее, в другой стороне, в любом случае, способен ли сам водитель оплатить ущерб или нет, страховая берет это все на себя. А КАЗКО что такое? А КАЗКО, она более дорогостоящая, и она покрывает все расходы, все убытки, которые прописаны в договоре. Владимир Николаевич, Саш, извини, я хотела бы тоже присоединиться к этому разговору, потому что, ну, мне кажется, тема актуальная, тем более, может быть, я даже планирую прикупить автомобиль. Что это значит? То есть я его сразу же могу застраховать непосредственно в автосалоне или что это означает? Ну, в свете последних событий, да, изменений, которые произошли вот с 1 января 2020 года, значит, автосалоны, официальные дилеры, естественно, и заводы-изготовители получили право осуществлять регистрацию транспорта. Ну, именно ограниченное право. Что сюда включает в себя? Ну, первое, это, естественно, осмотр автомобиля, подготовка всех необходимых документов к регистрации и подаче их в дальнейшем МРО. То есть, по большому счету, новый собственник может не участвовать в этом процессе, за него сделают это все сотрудники, скажем так, таких предприятий. Вот, естественно, они предоставляют комплекс всех услуг и страхования и так далее. Скажите, а нужно ли за это доплачивать? Нет, ну, я не знаю, просто это немножко не наша же компетенция. К нам человек уже приходит, вот, мы регистрируем транспорт. Вот, а какие там взаимоотношения между, скажем так, автосалоном и покупателем, там оно уже немножко другими документами предусмотрено. Ну, вы знаете, во время, ну, 21 век мошенники, мне кажется, на каждом шагу можно встретить, как не попасться, может быть, как-то распознать или какие-то рекомендации? Ну, рекомендации могу посоветовать вот по поводу вторичного рынка, да. То есть, первое, на что необходимо обращать внимание, это заниженная средняя рыночная цена автомобиля. То есть, если она занижена, уже, то есть, можно что-то заподозрить. Вот, как правило, люди говорят, что очень нужны деньги или еще что-то, и человек, ну, теряет бдительность, да, видит дешево, надо срочно покупать. Второе, существует проверка автомобиля через сайт ГИБДРФ. Можно зайти, посмотреть на предмет нахождения автомобиля в ДТП, пребывание его в розыске, какие на нем есть ограничения, вот, и так далее. Третий вопрос, на который стоит тоже обязательно обратить внимание, это при самой покупке уже автомобиля, если уже все понравилось и очень все-таки хочется купить этот автомобиль. Составление договора. То есть, как правило, в таких случаях собственник отсутствует, говорят, вот есть договор с подписью, давайте заполним, укажем цену 100 тысяч, потому что так надо. Вот, ну, люди, вот, учитывая то, что машина дешевле, идут на такую поводу. В результате, там, допустим, при регистрации мы выявляем, что автомобиль не совсем тот, который есть, да, он может быть, там, перебит, не соответствует, там, модель двигателя, вот, внесены какие-то изменения в конструкцию. То есть, мы отказываем в регистрации. И человек пытается потом по суду, да, вернуть автомобиль, вот, получить свои деньги. А в результате того, что в договоре уже заниженная цена, то есть, даже суд, если займет его в сторону, вот, он получит только те деньги, которые указаны в договоре. Поэтому надо, вот, обращать именно, вот, на это внимание. То есть, если уже захотели взять такой автомобиль, вы его везде проверили, посмотрели, низкая цена, то обязательно в договоре надо указать сумму, за которую покупать, и обязательно, чтобы присутствовал владелец. Потому что владелец скажет, я ничего не подписывал, ничего не делал, и оно так и будет, соответственно. Леонид Николаевич, а вот все-таки вернемся к ОСАГО. Да. Что такое ОСАГО в электронном виде, чем оно отличается от бумажного? Вот, смотрите, если ранее в правилах дорожного движения было прописано, что водитель обязан по требованию сотрудника полиции предъявить страховой полис ОСАГО, да, это, естественно, на бумажном виде, потому что, в бумажном виде, потому что другого не было, вот, то со временем появился ЕОСАГО, вот, и, наконец-то, мы дождались все-таки этих изменений. Теперь уже водитель обязан по требованию сотрудника полиции предъявить либо на бумажном виде, в случае, если договор заключался в электронном виде дистанционно, там, вот, то предъявить его в электронном виде, ну, в телефоне, в планшете показать, да, либо распечатать его копию, также на бумажном носителе и предъявлять. Я предполагаю, что это облегчает жизнь водителя. Конечно, конечно, безусловно. Ну, к сожалению, время нашего разговора подходит стремительно к своему завершению, но я думаю, что в любом случае те зрители, которые смотрели наш эфир, подчеркнули для себя очень много интересной информации. Я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Гладюк Владимир, начальник МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым.